Вашу нынку будем лечить. Независимостью не справилась, будем вашу нынку воспитать. Народ будем спасать. Я считаю, вот мое мнение как гражданина Украины, что Украина должна быть полностью в составе России. Всегда в ноябре месяце в Украине вот этот вот запах какого-то Майдана. Зеленский готовит почву, и она фактически, я думаю, не к декабрю, но к февралю она будет готова к очередному Майдану. Півтора мільярди доларів на третій Майдан. Саме стільки Кремль виділив на нову інформаційну атаку проти України. Перший етап цієї операції вже розпочався, і про нього я вам детально розповім у сьогоднішньому випуску «Обережно зомбоящик». Цей випуск дуже важливий. Додивіться його до кінця. З 1 листопада російські спецслужби розпочали масштабну інформаційну атаку під назвою «Майдан-3». Про це повідомив сайт онлайн.ua, який посилається на власні джерела в українському секторі безпеки та оборони. Кремль прагне дестабілізувати політичне життя, спровокувати конфліктні та панічні настрої в Україні, а також вплинути на міжнародну антипутінську коаліцію. І кремлівські пропагандисти вже активно взялися за цю роботу. Війна на Україні перестає бути вигідною для США і Європи. І її треба закінчити як можна скоріше, пишет британський «The Telegraph». Мол, спустя п'ять місяців після початку контрнаступлення Києву вдалося захватити лише кілька квадратних кілометрів. І стратегії, які витушать в СУ із трясіною неудач, немає. Провал на фронті, пишуть сьогодні британці. Провел к відкритому розколу між воєнним і політичним руководством України. І поки справа не дошло до мятежа, конфлікт пропонують временно заморозити. Тобто на Западі. Чому ти ввірений, що Росія згласиться на заморозку війни? Зупинка допомоги від міжнародних партнерів – одна з ключових тем російської інформатаки. Вони давлять на загальну втому від війни та кажуть про те, що Захід, мовляв, зрозумів, що Росію їм не перемогти. А отже, треба домовлятися. Ситуація на Україні – це поиск во многому дальнішого розвитку ситуації і середі западних політиків. Від не і Ставридес, і Расмусен, і до цього, хто, пропагандист, інагент, аристович, да, і будущий кандидат в президенты. Схеми-то вбрасують примерно одну і ту ж, да. Ну, очевидно, що схема через якийсь період може для українського общества виглядеть достаточно привлекательним. Почему? Потому что им же, когда произошел Евромайдан и государственные перевороты, говорили, вот НАТО, вот ЕС. Не НАТО – нет, ЕС – нет, сотни тысяч погибших, миллионы колег раненых і так далі, і так далі. Вот это НАТО, вот ЕС. Щас надо какую-то ситуацию показати, що перспективи є, але вот таким путем, да, надо где-то временно, возможно, отказатися, какой-то корейський вариант і так далі. Ми должны сходити не із інтересів Западу України, точнее, вот этого нацистського верхушку, а із інтересів жителів України і жителів нашої країни. А інтерес совершенно очевидний. Без демолитаризації і демолитаризації України нічого не може произойти з точки зрення установлению прочного мира. Потому что, конечно, безблоковий статус, конечно, нельзя допустить никаким образом размещение там американских военных баз на территорию України, потому что это колоссальная угроза нашей страны. Да, там, что 500, Сумская, Черниговская, Харьковская область, 500 километров до Москвы фактически получается. Поэтому вот эти вот сценарии, но то, что они уже обсуждают, даже такой сценарий, показывает, что контрнаступ зашел в тупик, і мир іщет новий путь. Нацевская стратегия, нацевская схема на территории Украины, какой бы ни была эта территория, эта самая Украина, нас, разумеется, не устраивает. Но тот факт, что они впервые так открыто и довольно публично заявили о том, что те территории, которые контролируют Российскую Федерацию, уже являются Российской Федерацией, это важное обстоятельство. Арестович раньше предлагал, но на уровне НАТО не было. Ну, по-перше, тимчасово окуповані українські территорії ніхто не визнавав російськими. Тільки за поребриком. По-друге, ексгенсек НАТО Расмусен заяву, якого так активно розбирають пропаганду, і правда видав, що Україну можна прийняти в альянс без гарантій для окупованих територій. На його думку, це показало ПРФ, що вона не в змозі зупинити вступ України до НАТО, і що на іншій українській території Росія вже не замахнеться. Але, як заявив радник голови Офісу президента Подоляк, це лише провокує Кремль на продовження війни. Росія не зупиниться на умовній межі між натівськими та ненатівськими територіями України. Тут ще важливо, що Расмусен не тільки бувший генсек НАТО, але він ще й офіційний український чиновник, він советник на зарплаті був у президента Порошенка, потім у президента Зеленського. Тобто це, по сути, позиція в якій-то мере і українській власть. І ми, слава Богу, перестали стеснятися говорити о суверенитеті і проще, і проще, і проще, і проще. Тобто, да, Україна в НАТО – це угроза російському державу, угроза жителям России, тому ми не можем допустить такого вот территориального образования, як Україна в Североатлантическом альянсі. Я хочу немножко отмотать назад, вернуться к предложению, которое выдвинули там Расмусен і прочі товарищи з Западу, і напомнить, а яким образом, наприклад, Крим, наприклад, Севастополь, наприклад, Донецьк, Луганск і т.д. оказались в составі Російської Федерції. У людей, які живуть на цій території, спросили, а чого ви хочете, як ви хочете, як ви видите своє будущее? Можно довго рассуждать о законності і незаконності з точки зрення українських законних конституцій, цих референдумів, але вони були. Коли Россія говорила об інтересах жителей України, она опиралась чітко на мнение людей, которое высказано було на референдумі. А эти, Расмусені, эти там другие товарищи, вони розсуждають о людях України, як рабах. Так, ми їх поштем щас сюди, щас туди, щас туди. Главное, що, якщо був би правильний підход. А давайте спросимо у жителей Днепропетровська. Только по-честному, не по-дум натовського автомата, этого взуку, не по-дум репрессії СБУ, а по-честному. А ви з кем хотите бути? А я уверен, що жителі Днепропетровська даже зараз хочуть бути з Росії. А спросити у жителей Києва, у Харкова, у жителей Кировограда, Одеси, Николаїва, спросити. Але цього вони роблять не хочуть. Я считаю, вот моє мнення як гражданин України, що Україна должна бути полностью в составі Росії. Конфликт нынешній на Україні заморозить по принципу конфликта на Корейському полуострові. Я лично считаю, що заморозка конфликта, який нам предлагають, якщо це буде реальне предложення, все-таки таїть для нас цей ряд, ну, таких, я би сказав, негативних моментів, зв'язанных з тим, що в принципі обсуждати розмен на признання нових российських регіонів, а в ответ дати согласие на вступлення України в НАТО, нам, на мій взгляд, невыгодно. Вот ця пауза, передышка, она буде использована, безусловно, для накачки України, для перестройки її економіки, військових сил, а далі нова війна. Вигодно ли нам це или нет? Я полагаю, що, як мінімум, нет. Вот якщо б, скажімо, той же самий Расмусен відвинул би от лиця Запада предложення, що помимо тех регіонів, які вже є частиною України, Україна добровольно передає в состав Російської Федерції Одеську і Николаївську область, лишає себе выхода к морю. Ну, наверное, здесь на таких условіях ми могли б о чому-то подумати і поговорити. Ну, понятно, що такі предложення сьогодні нереальні. Домовлятися з Москвою ні в якому разі не можна. Ані Мінські угоди, ані власні публічні обіцянки про ненапад не стримали Путіна від повномасштабного вторгнення. Та і самі ж пропагандисти запевняють, що у планах Кремля аж ніяк не діалоги, а натомість Одеса, Миколаїв і Київ. І подальше захоплення українських територій. Главна проблема Європи, Європейських Союзів, в тому, що Україна не зможуть побігти Росію. Опа! Вон оно че, Михайлович, окажуться. Стоило ли так довго мучиться, щоб понять прості речі? Сразу два бувших секретаря НАТО, янсеков НАТО, сказали, Расмуссен і Ставридіус. Що сказали? Давайте ми, Україне, надо сказати, давайте ми в НАТО, ну вот в тому составі, который вже зараз є. Хоча б вот так давайте. Возьмемо все остальное, пускай... Украина от этого предложення Расмуссену вже отказалась. Вот. Но вопрос в том, что мы вот такое впечатление, что думаем, что Украина че-то там вообще решает. Понимаете, вот у меня вызывает искреннее удивление, что реально обсуждают там конфликт Зеленского там с Залужным. Прям как будто они самостоятельные фигуры. Я вообще... Они вообще правда, что ли, сами принимают какие-то решения? Там будут выборы, не будут выборы. Но один другого может запросто кокнуть в рамках этой грязни, поэтому это важная обстоятельность. Но опять же, кокнуть, ну только не сам, с позволения своих вышестоящих начальников. Хотя ваш пост утверждает, что Залужный сам придумал взорвать газопровод. Не верится, но ваш пост утверждает. А так, рупори кремля намагаются довести неспроможность Украины как самостоятельной державы. Адже, начебто, ее руководство не здатне до эффективного управления, а народ не может обрати достойных лидеров. Но наибольшие россияне сейчас раздраживают у явный конфликт между Зеленским и Залужным. Дальше, что хотят нам сказать американцы? Они не расследуют, да, ни американцы, ни немцы не расследуют, на самом деле, ну по крайней мере нам не назвали, кто же на самом деле виновен в этой диверсии, я думаю, не назовут. Знаете почему? Потому что Залужный потенциальный кандидат в президенты Украины. Это же очень хорошая история. Потому что сегодня можно промолчать, кто осуществил террористический акт на Северных потоках, да, публично зафиксировав факт причастности Залужного к этим терактам, да, а потом назначить этого человека президентом и делать с ним что хочешь. Потому что если он что-то сделает не так, он в один момент вот так щелчком превратится в международного террориста, которого можно всегда привлечь к ответственности. Нормальная история, отличная история. По поводу визита Ермака. С чем приехал туда Ермак? Он там рассказывает в публичной серии о том, что, дескать, это формула мира. Да кого интересует формула мира Зеленского? Она уже никому не интересна. Кого интересует контрнаступление? С ним уже все понятно. Они туда прилетели с одним единственным вопросом. Это вопрос власти в Украине. Все. Напряженность внутри Украины растет. А прилетели они в Соединенные Штаты Америки решать задачу минимум. Хотя бы получить у американцев бумагу от имени и по поручению снять господина Залужного. Можно это сделать или нет? Зеленский вот своими попытками принимать такие простые решения, пытаясь решить очень сложные вопросы, готовит почву. И она фактически, я думаю, не к декабрю, но к февралю она будет готова. К очередному Майдану. К очередному Майдану. И как только будет очевидно, что нужна смена политической власти, есть несколько вариантов. Один вариант – это я устал, я ухожу. Это самый простой вариант. А второй вариант – в стране бардак, коррупция все на Майдан. Если нужно будет, американцы и этот сценарий готовы будут реализовать. А это уже цікаво, потому что, за данными видания Online.ua, активная фаза российской спецоперации под названием «Майдан-3» запланована на период речници Революції Гидности. За задумом авторів, это має додати подъям эмоциональности и символизма. И деякие политологи из Украины в эфире у Соловьова это подтвердили. Вся эта шумиха по внешнему перименту, по внутреннему перименту, вся эта чума, которая рассказывает портник, и это все, к чему я, зачем это все, что это такое, почему вдруг, ну две недели вот такой шухер, шухер, шухер. Всегда перед каким-то 14 или 14 годом, всегда в ноябре месяце в Украине вот этот вот запах какого-то Майдана, какого-то переворота. Вот всегда это что-то такое происходит. Вам больше доверять нельзя. Вы всегда переворачиваете не туда. У вас каждый блин кому. В этот раз мы вам все перевернем сами. Так что все хорошо. Я могу надеяться на это. Что надеяться? Василь Мич, скажем так, вашу ниньку будем лечити. Независимостью не справилась, будем вашу ниньку воспитати. Народ будем спасати, ворогов будем убивати. Бандитам в тюрьму. Все понятно? Так что, Василь Мич, вы слишком долго были как предоставлены сами себе. И выяснилось, что вы сами себе злойший враг. Так что будем вас спасать. Украинский народ от бездарной, нацистской, продажной, дилетантской украинской власти. Кроме того, у Киеве та регионах плануется организация низки мирных акций, которые матимут абсолютно немирные цели. Зокрема, на новый уровень, российские спецслужбы поднимают болючие вопросы обмена полоненными и ротации войсковых. Поэтому будьте внимательны с подобными митингами. Их очень активно используют пропагандисты. Окремый пункт российской ИПСО – мовное вопрос. Украинская вице-премьерка Стефанишина заявила, что русских на Украине нет. Если русских на Украине нет, значит, следует ее логике. У русских нет никаких больше прав. Всех, кто говорит на русском языке, фарион еще одна *** назвала Москва ротами, быками. Ну, то есть нельзя оставлять наших в беде. Наших придется спасать вместе со всей Украиной. Что же касается подрыва певнических потоков, то это также информационная кампания Кремля, спрямована на уменьшение доверия союзников к Украине. А еще пропагандисты очень хотят посварить между собой наше військово-политическое керевничество. Европа и США официально признали Украину террористическим государством. Вашингтон-Пост и немецкий Шпигель опубликовали, так, наверное, бывает, абсолютно одинаковые статьи сенсации, в которых наконец-то назвали имя человека, что по версии Запада был руководителем взрывов на российских трубопроводах. Как и ожидалось, человеком оказался высокопоставленный украинский военный, причем бывший военный, согласитесь, удобно. По данным ВашПост, козлом отпущения назначили украинского полковника Романа Червинского. Якобы именно он играл ключевую роль в этой диверсии. Червинский координировал действия, отвечал за логистику и поддержку группы украинских диверсантов, тех самых знаменитых шестерых водолазов, которые на яхте Андромеда с оборудованием для глубоководного погружения добрались до двух веток северных потоков, опустились на дно, заложили взрывчатку, взорвали газопроводы и незамеченными вернулись на родину. Сам новый фигурант дела вот уже полгода находится под стражей за неудачную попытку вербовки российского летчика. Ну то есть они реально нашли терпилу, который должен ответить за все. Сообщается, что приказы Червинский получал от высокопоставленных чиновников из окружения Залужного. И все было спланировано втайне от Зеленского. То есть получается, что Зеленский не контролировал войска и не мог считаться верховным главнокомандующим уже как минимум год, а значит и президентом. Так что Залужный де-факто руководитель страны. Ну и переговоры с Россией, если они состоятся, вести придется тоже ему. Во всяком случае, именно в этот довольно творческий бред нам предлагают поверить в Вашингтонпост. Или это еще один сигнал украинцам, вы можете делать, что захотите, и вам за это ничего точно не будет. Официйные украинские представники неодноразово спростовывали звинувачения у причетности Украины до подрыва газогонев. Сробил это также и Роман Червинский. Можливо, операция проведена саме российскими спецслужбами? Адже в условиях энергетической войны и заходом Кремль зацикавленный у подобных диверсиях, чтобы не выполнять свои обязательства перед европейскими клиентами. Украинцы взорвали северные потоки. Разговор идет уже давно, сейчас называются конкретные фамилии. Но всем нам нужно очень четко понимать, что никаких так называемых украинских спецслужб в национальном смысле слова вообще не существует. Давным-давно, еще с 2014 года, все этажи бывшего СБУ, так называемого, заняты американцами. Они сидят там сотнями. Они сидят, их видели люди-жители Киева, как они каждую пятницу пьют пиво в украинских барах, ресторанах, как они там ходят, как они разговаривают по-английски и так далее. То есть это полностью, поскольку страна полностью оккупирована, что называется, американцами и взята под свой протекторат, все управление украинскими спецслужбами осуществляют американцы. Это классическая операция по переведению стрелок, по поиску козла отпущения. Смотрите, Запад ни при чем. Вот это некий полковник, причем президент Зеленский даже не знал. Возникает закономерный вопрос, а президент Зеленский что уже не верховный главнокомандующий на Украине, да? Если его подчиненные, в общем, спокойненько так могут совершать подобное дело, даже не ставя его в известность, якобы, да? Мы говорим про западные спецслужбы, а Зеленский уже совсем ничем не командует, только заложный. Заложный якобы что-то знал, говорят эти самые западные спецы. Ну подождите, тогда вы пишете публично, что это украинские вооруженные силы, во главе с главнокомандующим, пусть даже не верховным, провели террористический акт против объекта инфраструктуры стран НАТО. А почему не бомбите до сих пор Украину, да? Вы же, ну пятая статья НАТО, вспомните, вы же кричали, это же нападение. Ну или хотя бы санкция. Ну так вот, пожалуйста, вот он военный преступник, террорист, если верить вашим СМИ. Плагу его. Ну так все, надо, да, обязательно. А на чьи стороне не играют, для чего эта статья? Ну не-не, вот это в первую очередь операция, конечно, для того, чтобы западные спецслужбы, в первую очередь Соединенные Штаты, отвлечь, увезти из-под удара, чтобы все отвлеклись от расследования Семера Херша, понятное дело, где, по-моему, четко с доказательствами человек, со ссылкой на источники в американском. Ну как предвыборной кампании, на кого это работает, на Зеленского или Залужного? Не-не, ну тут понятно, тут раз они говорят, Зеленский не знал святая простота, а Залужный вот знал, но не остановил, то, конечно, это против Залужного. То есть такой контрудар в ответ на... Зеленский заказал статейчик. Ну, тут не знаю, кто уж заказал, скорее всего, это западные, действительно, спецслужбы заказали. Россия и правда вселяко намагается спровоковать внутрешние протистояния в Украине. И чтобы посилить панічні настрои, могут вдаться до еще большого – до замахов на посадовых осіб. За данными джерел Online.ua, если они будут успешными, то их представлять как свідчення слабкости Украины и не способности защитить чиновников. Або ж спробуют видать за начебто внутрішньоукраїнские розбірки, которые дійшли до крайньої точки кипіння. Тож, будьте, будь ласка, пильними, не поддавайтеся ворожій пропаганді та доверяйте лише офіційним джерелам информации. Це був «Обережно зомбоящик». Дивіться нас і поширюйте це відео, аби більше людей вберегли себе від московицьких фейків. До зустрічі! Субтитрувальниця Оля Шор